Продукт 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 Мы занимались исследованием трансферфакторов Впервые на микробных инфекциях Чтобы привычно говорить о нем Как о противовирусном начале А мы специально Повели совершенно иначе Вообще все нестандартно сделали Сама биохимия нестандартный подход Это тоже сыграло свою роль И показали что трансферфактор эффективно работает При такой тяжелой бактериальной инфекции Как остеомиелит Разные формы остеомиелита На больных было сделано Эта информация Потом распространилась по всей России Когда мы встретились с представителями Саратовского медицинского университета Они сказали вы знаете Мы в восторге потому что трансферфактор Они еще не применяли его Но скорее всего он будет работать Например и при инфекционных заболеваниях Бактериальных легочной ткани Это новая совершенно область Использования Но работая с трансферфактором на остеомиелите Мы открыли два новых свойства О котором мы подозревали даже разработчики В Соединенных Штатах А когда я прилетел в Соединенные Штаты Прямо в аэропорту меня встретил Мак Косланд и заявил Открытие Вы сделали открытие То есть необычные свойства трансферфактора Почему я об этом говорю Прошло с тех пор Сколько? Шесть лет И в этом году Мы вот неделю назад Отправили новый отчет По трансферфактору Вот те свойства Которые были обнаружены на больных А на больных это все вы знаете Не очень уверенно Потому что люди разные Люди Тем более в России Кто-то пьет Кто-то курит Кто-то пришел на анализ Кто-то не пришел Какая-то неопределенность есть А американскую сторону Очень заинтересовала Какие еще свойства трансферфактора Кроме иммунологических Оказывается адаптоген И антиоксидант И в этом году И в этом году Мы провели уже кореточное исследование На висторовских крысах Не удивляйтесь Так положено делать Висторовские крысы Это чистая линия животных Где никаких неожиданностей не может быть Все они в стандартных условиях содержатся Кормятся Ну все-все-все-все И мы на них провели вот большой исследование Только отправили большой Почти состраничный отчет В Соединенные Штаты Америки Сейчас его там переводят Мы ждем ответа То есть реакции на него Мы будем надеяться Что она будет положить нам Даже свойства действительно подтвердились Уже в чистом опыте Было показано Что трансферфактор Повышает работоспособность физическую Это называется актопротекция Этих несчастных животных мы топили Они должны были выплывать Ну так, эксперимент ставится Крысам привязывают к хвосту груз И она барахтается Пока не пойдет на дно Нет, они не тонули, не задыхались Ни в коем случае Их потом резали Это же эксперимент Ну а как же и дача Нам же нужно Мы же бы всю биохимию сделали А как же Кровь же нужна Я хотел сказать Уже совершенно серьезную вещь Очень серьезную Это относительно перспектив трансферфактора Но не с точки зрения финансов Это вы лучше меня знаете Я в финансах плохо разбираюсь А вот с точки зрения значимости Такого продукта И суть состоит вот в чем Вот вдумайтесь На нашем веку На нашем месте веку Уже мы с вами были свидетелями Появления четырех новых инфекций Новых Новых Птичий грипп раз Атипическая анимия два Ну лихорадка эболи Может быть вы меньше знаете об этом тоже И ВИЧ-инфекция Я уже не говорю о ВИЧ-инфекции Я уже считаю старой инфекцией Да Уже привыкли Да Да Ну гепатиты Гепатиты Ведь гепатиты ВИЧ-инфекция Слава Богу Не очень контагиозна Слава Богу Потому что если бы она была Такой же контагиозности То есть восприимчивости Так гепатиты Б, С, Д Это вообще непонятно Что бы было с этим Несчастным человечеством Слава Богу Бог пока так сказать Хранит Будем так говорить Появился свиной грипп Вот пожалуйста Сейчас И кстати говоря Никуда не делся И инфекции Допустим Птичьего гриппа Еще неизвестно Чем это все Кончится Потому что Несколько мутаций Птичий грипп Станет опасен Для человека Он пока не опасен Считается Не передается Буквально две недели Назад Я Член правления Биохимического общества Города Санкт-Петербурга У нас было заседание Биохимического общества В институте гриппа Поскольку директор института гриппа Профессор Киселев Который обещает Вакцину сделать К октябрю месяцу Выступал с научной информацией Которая звучала Следующее Ну это говорилось Еще и раньше Когда Трансферфактор Стал изучаться В России Что Мы должны с вами Четко представлять Новые инфекции Грядут Новые Еще неизвестные Инфекции Против которых Нет средств Инфекции Против которых Конечно Нет вакцин Каждая вакцина Должна быть разработана Под конкретную инфекцию Дай боже чтобы вирус Свиного гриппа Не мутировал За эти три месяца Иначе произойдет мутация Тогда вакцина Не будет работать И против него Давайте вещи Называть своими именами Все генетики знают Но это нужно было озвучить Что вирусы Обмениваются информацией И вирус допустим Испанка Которая была В двадцатых годах Один из компонентов Генома Имеется вирусе Свиного гриппа Один из компонентов Генома То есть информация Передается Между различными Популяциями И это значит Что таких вариантов Может быть Сколько угодно Это непредсказуемо Понимаете Я это специально Вот видите Вы затихли сразу То всмеялись А теперь затихли Я понимаю Что это серьезно Все А что делать В Испанку Не все погибли То есть во время Испанки Но погибло Очень много Двадцать миллионов Человек погибло Причем считается Что результат Первой мировой войны В значительной степени Был предопределен Смертность От гриппа Испанки Которая называлась Так вот Его часть генома Того вируса Имеется в этом Таким образом Такая перекрестная Передача информации Приведет к тому Что будет появляться Новая инфекция Какой выход Какой выход из положения Вирус Свиного гриппа Абсолютно Не чувствителен Никаким препаратам Обычным Ремонтодину И прочим Которые применялись Вообще Вот до этого Время Не чувствительны Есть какие-то Французские Есть Чрезвычайно дорогие Кстати говоря Очень дорогие Но эффективность Которых не очень ясна Чему это все говорю А говорю к тому Что единственный путь Перспективный Против любой Потенциальной инфекции Состоит в том Что нужно поднимать Иммунитет Своего организма Никакой фармацевтический Препарат Вам здесь Не даст результата Ну поверьте мне Я сам Фармацевт По образованию Закончил фармацевтический Факультет Первого Московского Медицинского института В свое время Вот и занимался Разработкой препаратов И сейчас занимаюсь Разработкой И поэтому не пью лекарства Кстати говоря Именно поэтому А вот трансферфактор Это не лекарство И это даже Понимаете Как-то и добавкой Трудно назвать Это компонент Иммунной системы Нашего организма Это компонент Организм А компонент Который Ну уже Алин говорил Обучает Если говорить таким Популярным языком Он начинает обучать Младенца новорожденного И природа мудра Как можно сделать Чтобы ребенок Только родившийся У которого Никаких контактов Ни с какими Контигенами Не было Он только появился На свет Божий Только крикнул Как его спасти От тысячи инфекций Которые вокруг находятся Природа изобрела Очень простой Как кажется Способ Через материнское молоко Через молозиво По существу Вот откуда пошел Трансферфактор Он начался даже раньше Еще с лимфоцитов Молозиво Материнское молозиво Это школа Информационная школа Иммунитета А потом Начиная с 50-х годов Прошлого века В мире вышло Около 20 тысяч Работ по трансферфактору Около 20 тысяч Я говорю к тому Что продукт Чрезвычайно широко изучен Потому что обычно Скептики начинают А эти ваши добавки Их никто не изучает Мы сторонники Доказательной медицины Сейчас появились Такие слова Мы сторонники Доказательной медицины То есть медицина То есть все Что должно быть доказано Такое что касается Трансферфактора 20 тысяч исследований Я вам говорю Совершенно авторитетно Поскольку я сам Теперь отношусь К этой же команде Понимаете Исследователи трансферфактора Это очень серьезно Ни один фармацевтический Препарат Так не исследован И должен вам сказать Что Эффект естественно Разный Не бывает Все мы люди разные Всех разная иммунная система Нельзя так кричать Пейти трансферфактор И будет Абсолютное здоровье Так не будет Есть и другие Недаром же Есть варианты Трансферфактора Кардио Трансферфактор Глюкоучи Эдванс Это же не даром Все сделано В таких вариантах Вот Но факт остается фактом Что безопасность его Абсолютно доказана Вот это очень важно Абсолютно доказано 20-летние исследования Американские Непрерывные 20-летние исследования Еще в 60-х годах Были сделаны Было показано Что продукт Абсолютно безопасный Если вы хотите выжить В условиях будущих инфекций И быть готовыми Встретиться с любой инфекцией И не заболеть Вот вам путь Реальный Другого пути Не существует Все Спасибо Спасибо